здравствуйте очередной уровень доск может показаться немножко запутанным для неподготовленного игрока но я постараюсь сделать все возможное вы не запутались и так сразу здесь справа видим супердробовик и стену с трещинами которые мы взорвем с помощью вот этой бочки и здесь мы видим портал который тут же прыгнем здесь мы видим такую типа ловушку нажмем здесь переключатель и упадем в яму с крысой ревьем их быстренько летаем в эту норку и не забываем глянуть налево чтобы не пропустить секрет с мечом и далее вылазим наружу будет небольшая бойня прыгаем здесь чтобы взорвать этих ребят и далее просто расстреливаем тут все живое или не живое но движется можно меч испытать ладно спинними это плохая идея вообще этот меч гораздо интереснее когда есть полное здоровье и броня находим красный ключ когда с ним можно делать интересные вещи это мы увидим в поздней игре а пока что мы возвращаемся в начальную область видим достаточно много народов сейчас потихоньку будем убивать да ну и 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 ну вроде бы все в порядке все чисто с мы зайдем сюда чтобы подлечиться также вот здесь нам по идее нужно сюда а еще за этим трансформатором есть секрет так вот нам по идее нужно сюда по уровню но мы зайдем сюда немножко другим путем а именно вернемся к самому началу самый секрет с порталом и за этим порталом можно открыть стену и здесь мы себе добыл автомат и телепортируемся в область я лично забыл про этих крыс вот тут в ящиках можно идти покушать зачем-то пробиваем эту вентиляцию выходим наружу и тут же миллиард народу которых мы расстреляем аккуратненько это скучно давайте спустимся и взрываем их с помощью бочек на так веселее далее откроем этот гараж и вот эта дверь есть его и духа в time to play with myself если вспомните откуда эта фраза пишите в комментариях ну а пока нам убить вот этого чувака и здесь можно найти было на полочке и пилы разумеется и вот то место которое показывал он до этого вот этот трансформатор и так далее но тут тоже есть секрет который телепортирует нас обратно к этому гаражу и нам нужно открыть и ворота поэтому мы нажмем этот переключатель на нас нападут но ничего страшного однако этот переключатель открывает не только эти ворота но и стену вот здесь внизу его можем разжиться охотничьей винтовкой а также желтым ключом открылась мы телепортируемся обратно в начальную зону появляется немного врагов и так же мы встречаем вот таких вот солдат проект счастью не хит сканеры отдых пуль моркового вернуться мы возвращаемся к тому строению где мы прыгали и отстреливались от всяких ребят открываем желтую дверь и обнаруживаем что мы сюда телепортировались с помощью секретов но помните да вот эту ловушку яму с крысами но здесь уже открылась дверь такая если мы поднимемся сюда следуем этот чердачок то найдем этот переключатель который откроет пол вот здесь вот и даст нам доступ к ракетнице и по какой-то причине это не секрет ну да ладно возвращаемся обратно через портал будет быстрее итак мы выходим в это вот в этот лес обнаруживаем там синие ворота а соответственно нам нужно взять второй дробовик и пойти поискать синий ключ который недалеко разумеется что делаешь вот эти у трупа врага которого мы скоро встретим но эти ворота идут городу куда мы собственно пойдем на следующем уровне но я сначала не пойду в эти ворота обойду здание с другой стороны бы открыть секрет последний на этом уровне но и все бываем синие ворота расстреливать солдат берем гранатомет разносим этих тоже и вот эта кнопка открывает и самые ворота в город и у нас и все секреты и и осталось только посмотреть вот на вот это зрелище отстреляю только вот их солдат а ребята внизу сами друг друга переубивают а выживших мы добьем да у нас достаточно ракет поэтому можно не жалеть их а где-то еще я слышал выстрел а он он убил но это должны быть тем да так и есть и с помощью этого люка попадем вон туда в город это тоже довольно прикольный уровень так что до уходим отсюда несмотря на то что уровень может показаться немножко невзрачным он великолепен за счет того что можно проходить разными способами по разным дорожкам используя вот эти вот секреты или проходы или еще какие-то вещи я очень люблю такой дизайн уровней и поэтому тащусь с игр на build engine но помните да диким 3d blood shadow warrior где в некоторых уровнях были а была вот такая вот некая нелинейность да то есть не просто труба по которой идет игрок как-нибудь извилистая а вот ну конкретно ты можешь и да надо из точки а против точку был ты можешь пройти разными способами это полегче где-то поинтереснее 10 критика нашего так далее вспомните даже вот первый уровень new game 3d как какими способами можно проникнуть кинотеатр например и какими путями можно завершить это же уровень а это всего лишь первый я я обожаю такой дизайн честно и благо в блат простите в даск таких уровней предостаточно ну да соответственно следующий уровень не менее интересен так что да оставайтесь на связи и всего доброго и и и и Продолжение следует...